Здравствуйте, я Ирина Рогининин, врач-невролог, сомнолог, стаж работы 23 года, кандидат медицинских наук. Сегодня мы с вами поговорим о остынии. Какая бывает остыния и как с ней можно справиться? Первое. Остыния – это состояние, которое, скорее всего, встречается у каждого человека. Наверняка в жизни вы переживали усталость. Остыния в переводе – это усталость. Однако, остыния может быть физиологической, а может быть и патологической. Что такое остыния физиологическая? Это когда вы на самом деле переутомились. У вас был засыщенный день, вы пришли домой и почувствовали усталость. Но стоит вам отдохнуть, хорошо выспаться, и усталость проходит. Бывает усталость патологическая, которая называется синдром хронической усталости. Возникает она чаще, без всяких причин. То есть вы особо не переутомились. Вы работали так, как работали всегда. Но вечером вы опять чувствуете повышенную усталость. И первые признаки хронической усталости – это когда наступает сама усталость в течение всего дня. Первое. То есть когда вы, собственно говоря, еще и не закончился рабочий день. Второе. Когда нет какой-то перегрузки. Когда вы выполняете обычную работу. И третье. Когда усталость наступает даже когда вы отдохнули. То есть вы съездили в отпуск. Вы отдохнули. Приехали, и вы уже чувствуете себя усталым. В чем опасность хронической усталости? В том, что она может быть как самостоятельным заболеванием, так и связана с рядом патологических процессов. Например, эндокринная патология. Например, заболевание щитовидной железы. Или, например, сахарный диабет. Может привести к хронической усталости. Или, например, психологические какие-то проблемы. Тревожность. Повышенная тревога, депрессивные расстройства тоже может привести к патологической усталости. Как же распознать патологическую усталость у вас или физиологическую? Ну, прежде всего, первое, что надо сделать, это переключить свой вид деятельности. Например, у вас весь день был умственный труд. Вы находились на работе, сидели за компьютером, общались с людьми. Я рекомендую в этот день переключить свою деятельность на какие-то физические нагрузки дать организму. Сходить в спортзал, не надо выполнять какие-то сверхнагрузки. Просто можно походить по беговой дорожке, либо сходить в бассейн. И если после этого у вас усталость проходит, скорее всего, у вас была физиологическая усталость. Второе, конечно, нормализовать день и ночь. Конечно, надо правильно засыпать, надо высыпаться. Причем спать не обязательно 8 часов, может быть, достаточно и 6 часов, а кому-то достаточно и 9 часов. Главное, чтобы сон был качественный. И очень важное правило – ложиться и вставать в одно и то же время, даже если у вас выходной день. Это самое важное – соблюдать режим дня и ночи и переключать свой вид деятельности с одного на другой. Если вы работали, умственный труд у вас был переключить на физический. Или если вы весь день работали физически, устали, значит, сесть, отдохнуть, почитать книжку, переключить свой вид деятельности. Я желаю вам, чтобы у вас всегда была только физиологическая усталость, и вы всегда вовремя справлялись с вашей остынею. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok